привет всем любителям вкусно покушать сегодня у нас с вами очередной видосик сегодняшний видос будет посвящен осеннему челленджу который проходит среди участников кулинарного союза мы решили забомбить вкусные супчики я кстати говоря уже снимал один рецепт это второй видос в рамках этого челленджа всех остальных участников видосы супы рецепты смотрите в описании под видео а я сегодня буду использовать вот такого вот судака которого я сегодня купил на рынке и буду готовить из него грузинский суп харчо да грузинский суп харчо с судаком первым делом давайте вот такой вот рыбочисткой зачистим нашего судака вот таким вот образом снимем с него чешую вот таким чудесным образом у нас почистилась рыба и выпотрошилась давайте теперь срежем голову голову и все что мы сейчас будем срезать складываем кастрюлю таким вот образом срежем плавник начиная от хвоста по хребту вот так вот ведем ножиком и снимаем филе так вот раз филе шику сняли с наших филе шик срезаем все вот такие вот части на которых могут быть толстые кости павников если осталось ну и собственно говоря вот эти вот реберные косточки так вот аккуратненько вырезаем теперь вот таким вот образом подцепляем филейную часть и нам нужно филе снять с кожи вот так вот берем и вдоль доски таким вот образом снимаем филе шку с кожи филе нарезаем на вот такие вот небольшие кусочки отправляем сюда же кожу также нам потребуется лук-порей примерно вот такого размера я предварительно его разделал разрезал почистил внутри промыл и собрал обратно нарезаем на небольшие кусочки прямо так вот произвольно берем на вот такие куски нарезать отправляем лук-порей в кастрюлю добавляем 3 литра воды мы ставим кастрюлю на плиту включаем максимальный огонь вот что есть силы что есть мощь и так и врубайте нам нужно чтобы наша вода закипела вот таким вот бодрым образом у нас уже все тут закипело снимаем пену вот так вот у нас тут все варится добавляем для усиления вкуса один лавровый листик добавляем черный перец горошком ну и по вкусу добавим соль закрываем кастрюлю крышкой включаем средний огонь даже можно чуть ниже среднего и варим наш бульон примерно 40 минут пока варится наш бульон мы подготовим все необходимые ингредиенты кстати говоря у меня там есть небольшая просьба если вдруг вы захотите посмотреть остальные ролики снятые в рамках этого челленджа то в комментариях передавайте от меня привет всем остальным ребятам пишите прям в комментариях привет от кухни для всех да будет прикольно мы берем красный лук и нам нужно его нарезать на мелкие кусочки на мелкие кубики количество необходимых ингредиентов которые я сегодня использую смотрите в описании под видео также нам понадобятся помидоры нарезаем их сначала на четвертинки теперь мы берем и натираем помидоры на терке чтобы кожура у нас осталось вот таким вот образом берем и натираем кожуру не используем кстати говоря поскольку мы бульон будем конечном итоге процеживать шкурки вот от помидор можно добавить в бульон пусть он будет более такой наваристый так вот у нас тут получается сегодня еще мы будем использовать свежий базилик и вот первым делом давайте листики оборвем стебли отдельно листики отдельно ну и то же самое мы делаем с кинзой обрываем со стеблей листочки свежей кинзы и мы вот в него добавляем стебли от базилика и кинзы вот так вот добавили и пусть они тоже дадут ароматику в наш бульон теперь мы берем грецкий орех вот такой вот кстати для вас лайфхак как быстро можно измельчить грецкий орех берем скалку и вот так вот как катком по ним проходимся так вот берем и измельчаем орехи у нас были скорлупе я перед видео их предварительно зачистил и вот теперь мы их используем поэтому у них максимум ароматики и вкуса наш прекраснейший бульон сварился теперь мы берем из него сначала все вытаскиваем а потом нам нужно процедить наш бульон так вот берем все вылавливаем и убираем в сторону представляете да какой у нас наваристый ароматный получился бульончик аромат прям стоит очень приятно вы можете использовать марлю я через вот такой вот мелкая мелкая ситечка вот так вот не спеша аккуратненько пролью наш бульончик наш процеженный бульон я перелил конечно же в чугунную посуду в чугунный котелок и он у нас уже очень хорошо закипел убавляем огонь примерно на середину и теперь нам нужно добавить рис я использую золотой пропаренный рис 120 грамм если вы хотите погуще суп именно суп то добавьте побольше грамм 150 если хотите пожиже то грамм 100 используйте на следующий день в любом случае этот суп загустеет и будет похож на второе блюдо на рагу как угодно можете его называть но сегодня в горячем виде это будет суп добавили рис и сразу отправляем посмотрите какое у нас здесь количество красного лука конечно же периодически мы перемешиваем содержимое нашей кастрюли и в таком режиме на несильном кипении варим примерно 15 минут в это время в ступку мы отправляем чеснок добавляем немножко соли и переминаем наш чеснок перетертый чеснок мы перекладываем стакан для блендера также в блендер мы отправляем всю нашу зелень базилик и кинзу ну и теперь при помощи самого блендера пробиваем все единородную массу получившуюся массу мы отправляем к нашим грецким орехом стакан для блендера мы вот так вот бульончик а половник один бахаем смываем все наши вкусняшки и выливаем к нашим зелени и орехом теперь при помощи ложечки нам нужно вот так вот хорошо все это дело перемешать чтобы у нас такая вот кашица получилось чтобы орехи слегка набухли вот так вот перемешиваем и еще раз перемешиваем до тех пор пока у нас не образуется кажется и так прошло примерно 15 минут я только что попробовал рис он знаете с такой легкой легкой хрустинкой то есть ему буквально чуть-чуть еще осталось и на этом этапе мы берем нашу вот эту орехово пряную кашицу добавляем кастрюлю также мы сюда отправляем наши томаты добавляем такую вот небольшую щепотку шафрана ну и также добавляем классическую специю хмели-сунели добавляем сразу по вкусу еще соли хорошо вот так вот все перемешиваем и ждем когда наш суп хорошо хорошо закипит теперь мы отправляем в него кусочки судака вот так вот берем и опускать ставим прям самый-самый маленький огонь который возможно закрываем крышкой и варим минут десять потом полностью выключаем огонь и даем минут пять-семь нашему супу постоять отдохнуть наш супчик настоялся смотрите какая здесь сказочная обстановочка такой вот он средней густоты с большими крупными кусочками судака опачки и вот так вот еще бульончик хлоп и вот такой вот базилик что давайте дегустейшн судачка это пушка очень атмосферный вкус такой знаете сладковатый кисловатый прям очень наваристо получилось и очень еще раз повторюсь атмосферно орешки попадаются которые покрупнее были прям слегка хрустят но судак просто петь не хуже чем с мясом честно говоря приятного аппетита обязательно попробуйте такой суп не пожалеете я уверен что вам этот рецепт очень сильно понравился поэтому прожимайте лайкосики и пишите комментарии что вы думаете по поводу этого рецепта ну и конечно же переходите в плейлист вот он этот плейлист либо в описании под видео где я собрал коллег осенних супов от кулинарного союза смотрите их с большим удовольствием и передавайте от меня привет ну а я на сегодня с вами прощаюсь до скорых вам встреч пока мага